Автопоезд без водителя, который самостоятельно осуществляет погрузку и разгрузку на складах предприятий. Теперь это не фантастика. Роботизированную модель такого помощника человека придумали волгоградские школьники. Ребята из клуба технического творчества «Кредо» представили умную машину на Всероссийском фестивале «Робофест» в Москве. Заняв первое место в номинации роботехника, юные кулибины готовятся к международным соревнованиям. О изобретателях и изобретениях расскажет наш корреспондент. Итак, у нашего родителя, что такая фишка? Крепкая рама. Крепкая рама, да, точно. Это первая фишка, которая должна быть для тягача, да, что это крепкая рама. Чтобы не разорвались. Этим мальчишкам по 11 лет, но несмотря на столь юный возраст, в голове у них идеи, проекты, важность которых измеряется масштабами страны. Ребята победили в номинации робототехника, представив на конкурс машину, значительно облегчающую труд рабочих на промышленных предприятиях. Это модель роботизированного автопоезда, который перевозит грузы в цехи. Наша модель состоит из двух датчиков цвета и света, которые помогают роботу ориентироваться на линии прохода. Инфракрасный датчик, который помогает отслеживать объекты и людей, чтобы остановиться. Датчик касания, его нажимает оператор. Автопоезд ездит по заданному маршруту без водителя, самостоятельно совершая погрузку и разгрузку. Датчики безопасности по температуре сканируют каждый движущийся объект. Машина выбирает местонахождение в соответствии с заданной программой. В цеху может быть несколько разъездов, потому что на сборочном цехе. Потому что на одном сборочном цехе может собираться кузов, на другом сборочном цехе мотор. И также роботы два будут, которые один возит деталь для кузова, а другой возит деталь для мотора. И он понимает, надо ему разгружаться или нет. Ценность проекта прежде всего в том, что создавался он под конкретный заказ. Представители различных отраслей промышленности размещают на сайте RoboFest свои предложения о технических потребностях на производстве и получают ноу-хау юных изобретателей, которые в ближайшем будущем можно использовать на практике. Она более проще, чем зарубежные аналоги. И в то же самое время те, которые заняли второе место в Москве, у них они переделали намного больше средств, затратили, чем мы. И у нас намного проще. И сама тележка, и сам робот. Посмотрели разные способы поворотов и решили самую простую взять рулевым управлением. Это как-то задние колеса, накрыть с лежащими задними колесами. Робот поворачивает, то поворачивается передние колеса куда и робот, а задние в другую сторону. И получается меньше радиус поворота. В Волгограде клуб технического творчества «Кредо» пока единственный, чьи воспитанники представляют наш регион на таком высоком уровне. Поэтому ответ на главный вопрос, трудно ли было победить в конкурсе среди более 7 тысяч участников из 74 регионов России, кажется очевидным, нелегко. Но ребята с этой задачей справились на отлично. Мы в этот клуб привели ребенка, чтобы ребенок занимался в дальнейшем. Мы считаем, что робототехника – это будет востребована профессией. Мы поэтому заметили в своем ребенке увлечение и решили поддержать его. Но пока это остается только пожеланием. Самый поверхностный поиск подобных кружков и секций в городе вызывает досаду. Оказывается, творчество этого направления среди детей и подростков развито довольно слабо. Но хочется надеяться, что победа волгоградских ребят вдохновит педагогов шире развивать инженерную мысль у школьников. Клубы робототехники существуют у нас далеко не при каждой даже школе. Хотя, в принципе, в каждом районе Волгограда и даже Волгоградской области существуют такие школы, которые называются опорная школа, ресурсный центр. И в котором есть робототехника, робототехническое оборудование, все наборы, которые могли бы позволить ребятам развиваться. А пока юные изобретатели готовятся к Всероссийской олимпиаде роботов в городе Иннополис, Республике Татарстан. Их первые модели и кубок будут большим стимулом для нового успеха. Татьяна Крючкова, Анатолий Чернышев, Вести 34.